Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Улыбки, глаза с прищуром и выражение искренней радости. Эти фотографии были сделаны несколько месяцев назад. Тогда семья Руслана еще и не предполагала, с какой бедой столкнется. В июне этого года врачи подтвердили опасения семьи. У Руслана опухоль в правой височной доле головного мозга. Она несет серьезную угрозу жизни 35-летнего нефтекамца. Вообще у него проблемы с головой не было. Но в течение всего этого времени, 5 месяцев, нам врачи объяснили, что у него, как они интересовались, была ли раньше травма. И получается в 1998 году они попали в аварию с отцом. Тогда его прооперировали и сказали, что все в порядке, никаких гематом, ничего нет. И в дальнейшем, как нам объясняют врачи, видимо там осталось внутри киста. И вот эта киста в связи со сложной нервной обстановкой у него перешла в опухоль. С историей Руслана и его семьи более подробно можно познакомиться в интернете в группе с соответствующим названием «Поможем Руслану». Именно там можно узнать все подробности заключения врачей и их рекомендации к операции. Причем провести ее могут лишь в Израиле. Стоимость для простого человека непомерная – 3 миллиона 700 тысяч рублей. Чтобы собрать, ее семья уже продала часть имущества. И сейчас продолжает искать покупателей гаража и земельного участка. Но даже если все это реализуется, суммы может не хватить. Поэтому Ганиевы обратились к друзьям, знакомым и просто неравнодушным людям. И те не остались в стороне. Они уже организовали расклейку объявлений по городу, ведут сбор средств в интернете. Правда, не так успешно, как хотелось бы. Ситуация такая, что люди на сегодняшний день не верят ни во что хорошее. На фоне всех негативных событий, связанных с мошенничеством, по предлогам заболеваний у детей и взрослых, вообще люди стали плохо к этому относиться. Люди просто не верят. Но в нашем случае это семья настоящая. Это мои друзья. Это наши жители нашего двора. Свою лепту в общее дело вносят все друзья семьи Ганиевых. Руслан долгие годы для них является не просто другом, но и образцовым семьянином, а также человеком дела. Руслан, он отец троих детей. Очень правильно воспитывает, ведет здоровый образ жизни, не курит. Только положительные стороны у него. В данный момент деньги в помощь Руслана можно перечислить на указанный номер карты, либо внести посильную лептую и опустить деньги в специальные ящики. Они уже появились в нескольких крупных торговых центрах города. К тому же в эту субботу друзья семьи Ганиевых организуют благотворительную акцию по продаже выпечки. Приобрести ее можно будет на проспекте Комсомольском возле 42-го дома. Все вырученные средства пойдут на лечение Руслана. Лариса Миронова, Айдар Ибрагимов, информационная программа, Время новостей.